Говорят, что за границей много возможностей. Это верно, если речь идет о путешествиях, культурных и гастрономических открытиях, расширении кругозора. Но что, если вы вдали от Родины уже много лет и думаете о возвращении? Останавливает лишь неизвестность. Как вернуться на Родину и какие перспективы для комфортной жизни? Сейчас расскажем. Знакомьтесь, это Марк и Лиза. Они задумались над тем, чтобы вернуться в Россию. Для начала нужно решить, куда именно. Нижегородская область – один из самых динамично развивающихся регионов с активным инвестированием в благоустройство, экономическую отрасль и социальную инфраструктуру. Нижегородская область находится в самом центре европейской части России. Наличие развитой транспортной системы обеспечивает быстрый доступ к крупнейшим городам. Исторически Нижегородская область имеет четкий промышленный профиль. В регионе более 600 крупных и средних предприятий также созданы все условия для развития малого бизнеса. Каждый из муниципалитетов области обладает всем необходимым для благополучного проживания и развития человеческого потенциала. Марк – инженер и наличие промышленного кластера для него особенно важно. А Лиза просто очарована фотографиями закатов и набережной Нижнего. И вот они уже готовы принять решение. Но какие преимущества они получат, приняв участие в программе переселения соотечественников? Первое и самое важное – это переезд в Россию всей семьей. Во-вторых, получение гражданства РФ в упрощенном порядке. И, конечно, государственные гарантии финансовой и социальной поддержки. Все это позволит комфортно организовать свою жизнь на родине. Для участия в программе Марку и Лизе потребуется подготовить документы и подать заявление об участии в представительство МВД за рубежом. Документов совсем немного. Само заявление и две личные фотографии. Документы, удостоверяющие личность и о семейном положении всех участников программы. Документы об образовании и квалификации. Стажи трудовой деятельности. После подачи заявления процесс рассмотрения и согласования займет не более трех месяцев. Но не стоит переживать. И вот Марк и Лиза уже получают свидетельство участника государственной программы. Остается чуть-чуть собрать вещи и по прилету сотрудник МВД по вопросам миграции поставит Марк и Лизу на учет и выдаст памятку участника программы. С ней следует внимательно ознакомиться. Там указаны меры финансовой поддержки, на которые Марк и Лиза имеют право. Это единовременная выплата, компенсация расходов на переезд к месту проживания, получение подъемных и другие. Теперь Марк и Лиза по-настоящему дома. Будущее представляется легким и ярким. Марк довольно быстро нашел работу по своей специальности и сильно ценится руководством. А Лиза вовсю продвигает свой маленький бизнес дизайна интерьеров. Такая близкая сердцу родная речь, культура, кухня, архитектура и образ мышления. Все здесь, все здесь и даже больше семья.